Портулак – цветы садовые, как цветут и как растут. Цветочный коврик – народное название, закрепившееся за портулаком благодаря густоте зелени и множеству ярких цветков. Ампельные цветы прижились на балконах и террасах, махровые сорта стали ярким украшением парков, городских клумб и садовых участков. Характеристика и сорта портулака. Растение принадлежит семейству портулаковые. Его родиной является Северная и Южная Америка, откуда он попал в Европу, а далее в Россию. Цветок получил распространение в Закавказье, на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Портулак – внешний вид и основные особенности. Цветок вырастает до 30 см, огородный сорт – до 60 см, имеет коричневые или красноватые мясистые стебли, полые внутри. Яйцевидные мелкие листья окрашены в зеленый цвет. В процессе посадки и ухода за портулаком в открытом грунте не требуется прикладывать больших усилий. Цветок обладает способностью к быстрому наращиванию зелени и устойчивостью к вытаптыванию. Это интересно. Название получил от латинского портула, переводится как «маленькие воротца». Это связано с особенностями раскрытия семенной коробочки, процесс напоминает распахивание ворот. Как цветет портулак виды отличаются широкой цветовой гаммой, могут быть молочными, желтоватыми, бордовыми, красными и дыры. У растения портулак цветы появляются в начале июня и сохраняются до конца сентября, у некоторых – до конца октября. Распустившиеся лепестки держатся в течение суток. За счет постоянного появления новых опаданий остается незаметным. Цветы портулака Какой портулак выращивать? Однолетние или многолетние теплолюбивые растения в России в открытом грунте выращиваются как однолетние. Это относится как к декоративному виду, украшающему клумбы и парковые территории, так и к огородной культуре употребляемой пищу. В качестве гарнира от мясу и рыбе. Интересно. Сочные стебли овощного садового портулака содержат витамины АКС, ЕРР, каротин, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Цветок выдерживает температуру ниже 10 градусов Цельсия тепла, поэтому как многолетник, в открытом грунте встречается в европейских странах с теплыми зимами, где размножается самостоятельно. В России многолетний портулак предпочтительнее выращивать дома. Можно разводить в кашпо на улице ампельную разновидность и заносить ее на зиму в дом. Многолетние сорта могут быть достойным украшением лоджий. Растения в кашпо популярны и декоративные сорта. Как декоративный портулак, выращиваемый в саду и дома, в России популярен крупноцветковый вид. Стелющийся цветок с толстыми цилиндрическими листьями вырастает до 30 см. На каждом стебле формируется один бутон. У растения портулак цветок достигает около 7 см восточной долготеаметре, соцветия могут быть однотонными красными, желтыми и дыры. И сочетать несколько оттенков. Декоративный портулак махрового используется как ампельный цветок, а также при создании ковровых участков, варках, бордюров, массивов на газонах. Хорошо смотрится в альпийских горках. Описание распространенных сортов декоративного портулака. Солнечный вырастает до 10 см и обладает 4 см цветками. Предпочитает южные каменистые склоны с англо имеет крупные цветы, не закрывающиеся в осмурную погоду. Шахерезадный крупноцветковый портулак обладает 4 см цветками, появляющимися в июле. Возможно выращивание в горшках. Соня достигает 15 см в высоту и отличается атласными лепестками. Цветовой диапазон различен. Самая популярная разновидность портулак махрового, названный так благодаря неровным краям лепестков. К распространенным махровым сортам относятся разноцветные фламенко, воздушный зефир, барокко, каламбур, декоративный портулак, розовая дымка, спленденес, даблмикс и дыры. Большинство растений вырастает до 15 см и имеют 4-5 см цвета яркой окраски. Белый махровый портулак выращивание на участке из семян. Портулак садовый комнатный можно вырастить двумя способами из семян и из рассады. Для посадки семян следует выбирать участки удаленными от скопления грунтовых вод, желательно на небольшой возвышенности. Для обильного цветения растения портулак выращивание на солнечном месте имеет первостепенное значение. В отсутствии солнца практически у всех сортов закрываются и блекнут цветки. Цветок не требователен грунту. Т. К природе обитает на каменистой и малоплодородной земле. Благоприятным условием для декоративного портулака является отсутствие чернозема. Т. К. Обилие питательных веществ провоцирует чрезмерный рост зелени и уменьшение цветов. Важно! Весной семена высеиваются в грунт с песком и накрываются пленкой. После появления первой зелени укрытие убирается. Для растения портулак посадка и уход на юге в Центральной России обходятся минимумом усилий. В холодных регионах, чтобы вырастить цветы в саду, придется заранее позаботиться о рассаде. Высеивание семян в открытый грунт на севере невозможно. Как вырастить декоративный портулак из рассады? Выращивание из рассады включает посадку семян, закаливание всходов, высаживание в открытый грунт. Посадка семян подготовка начинается осенью с заготовки земли, дерновой или грунта из-под лиственных пород. Почвей не должно быть торфа, отрицательно влияющего на прорастание семян. Землю хранят в холодильнике. Перед использованием ее прокаливают в духовке 1 час и добавляют речно прокаленный песок. В конце зимы, начале весны семечки помещают в контейнер с подготовленной землей 2С дренажным слоем, мелким гравием. Глубина посадки 0,5 см, расстояние между семенами 1 см. Емкость накрывают колпаком и ставят на южный подоконник. Важно! При отсутствии солнца организуют искусственное освещение, вечером 2-3 часа. Чтобы семя портулака однолетника или многолетника проросло, обеспечиваются температурой ниже 20 градусов Цельсия и регулярное опрыскивание. При появлении конденсата на колпаке осуществляется проветривание. Период от высеивания до того, как начинают всходить первые листочки портулака садового, составляет 7 дней. На стадии появления двух листиков растения пикируются, каждому цветку требуется горшок диаметром около 8 см. Рассада. Если процесс посадки семян для рассады портулака декоративного кажется долгим, можно приобрести готовые саженцы в магазине. Закаливание рассада для улучшения способностей к адаптации перед тем, как посадить портулак на постоянное место, его следует закалить. За две недели до предполагаемой высадки в открытый грунт емкости с сеянцами выносят на улицу. Пребывание на свежем воздухе первый день составляет 15 минут, каждый последующий увеличивается на полчаса и доводится до 5 часов в день. Как сажать декоративный портулак в открытый грунт высаживание рассады на улицу происходит в конце апреля, начале мая на юге, в первых числах июня, в средней полосе. На Урале и в Сибири декоративный портулак высаживается 10-15 июня. Посадку производят после последних заморозков. Температура воздуха не должна опускаться ниже плюс 10 градусов Цельсия, иначе растения погибнут. На севере страны рекомендуется выращивать цветок в контейнерах, чтобы обеспечить возможность убрать помещение при понижении температуры. Важно! Кустики садового портулака необходимо высаживать 15 сантиметров друг от друга. Уход за цветами в саду. Растение не нуждается в тщательном уходе, в том числе и в обильном поливе. Однако, чтобы портулак смог показать свои цветы по всей красе, ему необходим солнечный цвет и своевременные подкормки. Режим полива Частые поливы ведут к загниванию корней. Поливать следует теплой отстойной водой по мере подсыхания верхнего слоя земли примерно раз в неделю. В жаркие периоды полив учащается до одного раза в 4-5 дней. Подкормка для пышного цветения Первый раз растение подкармливается через неделю после посадки, далее – дважды в месяце. Для удобрения портулака садового используется как минеральная смесь, так и органическая. В начале сезона предпочтение отдают азотным добавкам. Из того, что под рукой используют зольный раствор, ящную воду, настой коровика. Хороший стимулятор цветения – энтарная кислота. Среди минеральных удобрений не можно использовать кемиру, агрикол, террасолол. Можно ли сохранить портулак зимой? Чтобы растение не погибло зимой, его выкапывают в конце лета и помещают в освещенное место с температурой 15-18 градусов Цельсия. Ухаживать за портулаком садовым во время зимовки не нужно только периодически поливать. Важно! Весной материнский куст используют для черенкования. Если планируется растить цветок как домашний многолетний портулак, выкопанный куст помещают в горшок и ставят на южный подоконник, организуя дополнительное освещение в зимний период. Зимой и осенью цветок поливают один раз в неделю, в остальное время один раз в 4-5 дней. Фламенко в квартире размножения. Размножить однолетний и многолетний портулак можно черенками и семенами. Гибридные сорта размножаются только черенкованием Т. К семенам не передают материнские гены. Черенкованием черенкование выглядит следующим образом. У растения отрезают 10-15 см веточку. В 2-3 см от среза удаляют листья. Черенок декоративного портулака ставят в сырок, песок или воду. Помещают в светлое место, в жару опрыскивают. После появления корней растения высаживаются в горшки или на открытое пространство. Черенки семенами. Если планируется размножение семенами, следует заранее их собрать и сохранить до весны. С опыленного цветка удаляют лепестки. Через 2-нет. После опыления коробочка семенами должна побурить и раскрыться, а семена высыпаться. Их следует собрать и дать полежать минимум 3 месяца. Перед высеиванием. Важно! Сеять семена садового портулака можно в течение 3 лет после сбора. Проблемы, возникающие при выращивании. Трудности, которые могут возникнуть при выращивании портулака и уходе за ним, связаны с потерей декоративности, проблемой с зеленью и наличием болезней паразитов. Что касается создания условий для роста, портулак неприхотлив. Почему листочки декоративного портулака начинают желтеть? Желтение может быть вызвано чрезмерным поливом. Нужно прорыхлить землю. Изменить режим увлажнения. Недостатком питательных веществ подкормить пышный куст можно крупноцветковый портулак стал. Чрезмерно разрастаться и его следует проредить. Как избавиться от вредителей растений отличается хорошим иммунитетом, но иногда может быть поражено грибком, вызывающим появление черных пятен на листьях. Чтобы от него избавиться, необходимо удалить пораженные части и опрыскать медным купоросом или другими медь-содержащими препаратами. При избыточном увлажнении может появиться гниль, избавиться от которой помогает опрыскивание фунгицидами. Перед процедурой необходимо прорыхлить землю. Борьба с тлей осуществляется с помощью актёлика, актары, фитовермы и дыры. Благодаря десяткам разновидностей портулака можно преобразить сады, парки, городские клумбы и даже балконы. Ассортимент настолько велик, что позволит удовлетворить вкусы даже самого избалованного цветовода.